На протарах с гет поступил вопрос, есть ли смысл молиться за некрещенных усопших? Большой смысл есть именно за некрещенных усопших. Вот как раз крещенные, праведники, ну так и по-простому говорить, а зачем им наши молитвы? Они так спаслись, они праведники. А вот неправедникам как раз молитва и сугубо нужна. Если человек некрещенный был, это не значит, что он не может спастить по факту, что некрещенный, никаких уже вариантов спасения нет. Нет, вот апостол Павел написано, язычники спасают согласно своей совести. Поэтому кто спасется, Бог ведает. Не все крещеные мы знаем, по Иссвященному Писанию могут спасти дегарантированно. И каждый в горячий Господь, Господь, войдет в Царство Небесное. Поэтому надо молиться за некрещенных. Господь может их как-то спасти. Может быть, как-то спасти. Возможно, у них было некое добро, некое отчаяние Христа. Особенно это относится к людям советского периода, которым было просто невозможно было в церковь прийти, чисто физически даже. И они так как-то не смогли прийти. А там дальше Бог будет судить. Не мы должны судить. Какой у нас суд, мы еще не знаем. Мы не знаем, что было в человеке, что было в душе. Вот как, я никогда не забываю, как Игнать Принчанинова притча, когда некому старцу было открыто, что великий праведник, затворник, схемонах и так далее, который весь город плакал, что он умирает, и кто за них будет молитвенник и заступничек, он оказался в аду. А бомж, который лежал на улице, оказался высшим праведником. Вот суды Божьи не наши суды. Поэтому наше дело молиться, а суд будет творить Бог. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok